Итальянский дизайнер одежды прета-порте, Стефано Секоло, знает, как правильно раскручивать такие компании без вреда для репутации. Маэстро прибыл в культурную столицу, чтобы поделиться опытом с местными студентами модной академии, ведь он сам является президентом таковой в Италии. На повестке дня понятие «made in Italy». Самый большой секрет «made in Italy» — это, разумеется, чрезвычайно высокое качество одежды, которое производится в Италии. Это практически единственная страна, в которой высокая мода реализуется в индустриальном производстве. Стефано считает, что для того, чтобы продвинуть бренд «made in KZ», нашим фэшн-специалистам необходимо получать качественное образование за рубежом, там, где индустрия моды развита. С подобными вопросами к нему часто обращаются. Секоли консультировал многие страны по госпрограммам. И злоупотребление наших кутерек казахской этникой не так-то и плохо, как он говорит. Обе дороги могут привести к успеху. Один из ведущих итальянских брендов, Dolce & Gabbana, например, постоянно напоминает в своей стилистике, что произошел даже не из Италии, а конкретно региона Сицилии. Это глобальный бренд, который ориентируется на первый регион. Бернардо Паоли, независимый консультант в сфере фэшн-образования, также обращает внимание на то, что в мировых столицах моды стали появляться новые профессии в индустрии. Например, диджитал-специалисты, которые занимаются продвижением марки в соцсетях и коммуникацией с потребителем. Разработчики трендбуков, консультанты по имиджу, кулхантеры, которые занимаются поиском новых тенденций. Дизайнер теоретически может делать все. А если это успешный дизайнер, это успешный бренд, он просто это делает, не успевает. В представлении многих людей это еще профессии, которые не заслуживают полноценного внимания. Они выглядят как хобби. И это прекрасно. Потому что пока они выглядят как хобби, это означает, что это нища, которая не до конца занята. Гонорары за подобную работу не могут равняться на стабильный оклад. Размер жалования зависит от уровня профессионализма и количества проектов, которые ведет человек. Например, хороший байер вполне может позволить себе люксовый гардероб, приличное жилье и возможность путешествовать. Так что раз мир развивается так стремительно, стоит подстроиться под его темп. Виолетта Тельманова, Гани Калуов, Ревью.